привет всем многие из вас меня частенько спрашивают не скучаю ли я по россии по сибири по снегу по морозу по елкам по березкам вот сразу хочу вам сказать честно очень скучаю иногда просто накатит до слез и сейчас я недавно познакомилась с одной семьей из нижневартовска как они хорошо снимают свои видео как они замечательно ведут свой канал и я немножко удаляю свою жажду и свои воспоминания как бы успокаиваюсь глядя на этот хрустящий снег на меня накатывают воспоминания какой сухой климат там какие морозы солнце снег все искрится когда выходишь на морозе становишься румяненькие щечки играют кровь бегает по жилам это так замечательно сухой климат это по моему очень хорошо вот здесь у нас влажный но я люблю италию я люблю когда солнышко здесь но вот когда дожди сыро пасмурно тебя влажность пронизывает до костей и так неприятно становится даже настроение падает я много раз уже говорила об этом но в общем в каждых местах есть что-то хорошее и что-то не очень ко всему привыкаешь естественно но разумеется я скучаю по россии сейчас покажу вам поближе канал этой замечательной семьи если вам понравится подписывайтесь на них снимают они прекрасные видео иногда так затягивает что я смотрю по несколько видео за один раз прямо оторваться невозможно такие приятные люди просто замечательные вот так выглядит их канал посмотрите как он оформлен красиво называется ташина семейка они недавно праздновали один год канала посмотрите какой красивый монтаж а у них еще кошка есть котейка такая милая мордашка у них есть дача они делали еще обзорное видео домика на даче у них есть курочки показывает что они выращивают они живут в городе и домик на даче у них есть смотрите кошечка вот наташа готовит котлеточки а вот и сама наташа посмотрите какая она красивая милая несмотря на то что она молодая женщина она рассуждает очень мудро вот еще это видео мне понравилось у них личное пространство пробило броню здесь она немножко рассуждает о том нужно ли каждому человеку свое личное пространство несмотря на то что они семья и всегда все вместе и послушайте ее мысли она конечно в чем-то права это да о засолили помидорчики огурчики это так вкусно вот в италии такого не делают кстати и вот это видео мне тоже очень понравилось обзор дачного домика ой смотрите сколько курочек у них вот они вдвоем в кадре кому интересно подписывайтесь на их канал пишите комментарии ставьте лайки все ссылочки будут в описании к этому видео а также в закрепленном комментарии а сейчас я хочу вам рассказать что со мной случилось заказала я сережки на amazon но случилась такая неприятность у меня почему-то проявилась аллергическая реакция на металл из которого они сделаны хотя пишут что там серебро но не знаю почему у меня на серебро нет никакой аллергии никогда ни на серебро не на золото у меня много есть украшений серебряных и я раньше никогда с этим не сталкивалась вот с такой аллергию сейчас я вставлю фото и вы посмотрите что у меня было вот пришлось даже пить таблеточки против аллергии короче отправили эти сережки мы обратно очень жаль они были такие красивые такие миленькие я тоже вам сейчас их покажу какие они были перед отправкой сняла но почему у меня появилась аллергия я до сих пор понять не могу а сейчас у меня вот на ушах это тоже серебро и у меня никогда вообще не было никаких проблем я даже бывало такое что носила просто бижутерию здесь какую-то покупала простенькую именно для того чтобы менять почаще но разные образы там создавать менять разные разные украшения и никогда вообще не было ничего подобного даже не серебро даже не золото простые какие-то металлы и мне было хоть бы что но так вот сейчас такое случилось вот эти сережки очень красивые мне понравились голубые как раз к моим глазам прямо играют на свету вот эти камушки пишет что они с элементами сваровский но мне понравилась именно форма замочек цвет но все мне понравилось но к сожалению вот у меня началась какая-то аллергическая реакция даже пришлось пить антигистаминные средства потому что краснота увеличивалась и уже пошла на лицо на шею покрылась все какими-то попрышками такими прыщиками чесалась и горела жалко что они мне не подошли пишет что серебро девятьсот двадцать пятая проба в общем не знаю наверное что то какая-то примесь есть а серебро или не серебро как проверить кто это будет проверять куда это идти тем более сейчас такой карантин вот такая была этикеточка к ним прикрепленная но сваровский здесь не причем потому что они делают именно камушки вот это стекло а здесь именно причем металл и я не думаю что там чистое серебро потому что на серебро разве бывает аллергия вот подскажите мне до этого я носила любые сережки любые кольца и никогда у меня не было никакой аллергии вообще вот так отправляется обратно мы уже связались они сказали запаковать приедет курьер и заберет и сразу вот еще хочу ответить на один вопросик или как бы на какое-то замечание такое многие стали замечать что у меня цвет одного глаза поменялся да на нем была операция и он почему-то стал не светло-голубой а почти темно-синий понимаете меня такую как есть сейчас быстренько покажу что мы сегодня купили мы сейчас опять ходили в магазин за продуктовыми покупками и кое-что купили знаю многим интересно многие меня просят об этом показывать покупки ценные что покупаем а кому не интересно просто проматывайте этот эпизод и дальше может быть будет то что вам интересно так здесь вот такие колбаски которые нужно готовить на гриле или поджаривать в общем вот такие они сырые и вот слово пунта это знаете что обозначает что мясо здесь не не смолото на мясорубке а нарезано ножичком и это считается высший класс четыре такие колбаски 291 а за килограмм видите почти 9 евро в натуральной оболочке конечно же они мы иногда сами делаем такие колбаски но иногда нам лень и мы покупаем здесь бедрышки куриные за два бедрышка 344 килограмм около 6 евро здесь печенка говяжья за килограмм около семи 6 98 и вот в этой коробочке почти 300 грамм около двух евро нарезанная очень тоненько и готовится она быстро всего пару минут с одной стороны пару минут с другой с чесночком и петрушкой посыпаешь каждый ломтик и все из двух сторон готовишь немножко маслица оливкового и какой-то салатик рядышком и вот у нас частенько бывает такое или на обед мы делаем или на ужин так здесь чернослив без косточек по-моему около семи евро вот что-то такое так здесь опять брокколи две небольшие брокколи взяли мы любим на пару и сейчас последнее время вот именно нам понравилось на пару несколько минут и потом каждый человек себе на тарелке приправляет маслом и соком лимона и солью здесь связка бананов бананы сегодня были по одному евро и 49 чинтезими здесь два пучка скорола рича это это индивий кучерявый если кто-то знает такое растение его можно использовать и как салат в свежем виде но в основном из него знаете что готовят теплый салат с орешками пиноли с изюмом с оливками с каперсами все это тушится и получается очень вкусное приятное блюдо так как у нас уже почти закончился дома пармезан мы купили вот такой здесь чуть больше чем килограмм вот видите за килограмм 14 20 а этот кусок 17 58 и обычно именно выдержанные такие куски они идут для того чтобы их натирать и добавлять в разные блюда в соусы везде и всюду в итальянской кухне очень широко применяется тертый пармезан его добавляют в общем куда хочешь две упаковочки сливочного масла вот это сливочное масло мое самое любимое оно готовится из сливок свежих видите прямо написано итальянские сливки дичи центрифуга в общем с помощью центрифуги готовятся никаких других добавок тут нет он жирность 82 процента и его в основном ем я мой муж вообще не любит сливочное масло и почти никогда его не не хочет не ест а я иногда утром люблю на бутербродик и здесь копченый норвежский лосось это тоже именно в основном для меня потому что я люблю а итальянцы кстати не любят на бутерброды такой лосось соленый копченый они этого не понимают но они кстати знаете для чего любят его использовать в основном они готовят с ним пасту но в смысле соус для пасты у меня кстати есть отличный рецепт цукини вот такой копченый лосось и сливки это самое традиционное у них сочетание для соуса и действительно получается очень вкусное блюдо тут уже как говорится нельзя грешить что невкусно очень вкусно но я покупаю такого лосося в основном конечно чтобы его лопать на бутербродики или еще один вариант у меня есть любимый отварить картошечку и кусочек лосося вот такие у нас покупочки были небольшие а еще вот такую бегонию купила сегодня вот посмотрите какая она миленькая какие цвета красивые у нее нежненькие правда же пересажу ее более крупный горшок и она будет радовать меня долго-долго я люблю бегонии посмотрите какая красота сама нежность если кто-то из вас знает какие-то тонкости ухода за бегониями напишите мне может быть я чего-то не знаю у меня раньше была бегония я даже вам показывала ее но она погибла потому что у нас однажды случилось так что было холодно а мы не были дома мы куда-то уезжали приехали и она все вся погибла она была на балконе у нас на террасе если бы мы были дома мы конечно бы ее занесли но в общем так получилось а так и вообще-то она у меня цвела радовалась и никакого особого ухода не требовала немножко поливала ее время от времени и она отлично себя чувствовала так было жалко что она погибла надеюсь что это уже сохранится на более долгий период мне нравится видите какие здесь разные краски желтый розовый оранжевый нежно-салатовый в общем какое-то необычное сочетание в этих цветах в общем завтра буду ее пересаживать в более крупненький горшочек и буду возиться с растениями у меня есть еще кое-что пересадить у меня там шалфей на балконе еще так разросся хорошо надо тоже его пересадить и потом еще я буду сажать базилик в общем разную зелень короче буду заниматься огородничеством садоводством вот кстати здесь написано название бегония элатиор вот так она смотрится вот так весь горшочек весь кустик ой какие красивые нарциссы